Искореженные авто, скорая и десятки свидетелей. На кадрах этого любительского видео ДТП на улице Рокоссовского. Здесь около 22-30 дорогу не поделили Форд и ВАЗ. По предварительным данным, водитель американца при повороте налево не уступил второму участнику дорожного движения. Водителю автомобиля ВАЗ причинено телесное повреждение. Медицинская помощь оказана на месте. В госпитализации не нуждался. По факту ДТП проводится проверка. Со слов госавтоинспекторов, мужчина, вероятнее всего, отделается штрафом. В понедельник, 10 июня, этот перекресток стал эпицентром страшных событий. Под колеса автобуса угодил ребенок. В момент нашего прибытия на место около 15.00 пострадавшему оказывали первую помощь в карете скорой. На дороге образовался транспортный коллапс. Пассажиры общественного транспорта покинули троллейбусы и автобусы и долго обсуждали случившееся. Вот что удалось узнать у очевидцев. Вот мы ехали, получается, на шестом автобусе. И, получается, два несовершеннолетних ребенка переезжали по пешеходу на велосипеде. Но когда мы переезжали, уже пол автобуса переехало, они, получается, врезались к нам и упали, получается. Водитель сразу по тормозам. И малыш, видно, там под колеса попал и сломал ногу. Вот и все. Мы вышли, испугались, он орет, кричит, блин. Но виноват по-любому. Я могу сразу даже сказать, что это виноваты дети. Потому что надо было остановиться, а они прямо в автобус как врезались и упали. А возраст ребенка пострадавшего? 15-14 лет. Ну, как бы, так нам сказали. Они на дорогу не выехали и ударились нам в автобус. Со скоростью. Один отскочил, ну, а этот, я не знаю, как так получилось, что он ногу сломал. Ты слышишь, только уже крик и все. Так он попал под колеса, да? Нет, никаких колеса он не попадал. Если бы он попал под колесо, вы сами знаете, что бы с ним было. Никуда он не попадал. Он даже с царапиной, он врезался, такой удар был сильный и все. А скажите, пожалуйста, в результате экстренного торможения кто-то из пассажиров пострадал в автобусе? Нет, нет. Никто даже не пошатнулся. Водитель ехал медленно. Ребенка госпитализировали. Спустя полчаса после происшествия движение на Советской возобновилось в привычном ритме. Сегодня сотрудники госавтоинспекции проводят проверку и изучают все детали ДТП.